В прошлом выпуске я объявила кастинг. Сегодня я выбрала четырех героев, есть анкеты. Предлагаю сегодня с ними встретиться и вообще посмотреть. Не знаю, может быть, сегодня дать им какие-то советы первые. Главная ошибка в том, что мы боимся ошибиться. И это чистая правда. А сколько вообще на этом можно зарабатывать, в принципе? Ну, твой бизнес-план какой? Что бы ты от нас хотел получить? Твоя цель? Сегодня я советую вам не развивать бренд своей компании. Сегодня я советую вам развивать свой собственный бренд. И через неделю мы встретимся и уже будем говорить о каких-то конкретных вариантах. Ну, что делать дальше? Всем привет, друзья! Ну что, в Киеве похожая весна, но какая-то пока холодная. А сегодня у нас будет классный выпуск, потому что, как вы помните, в прошлый раз, в прошлом выпуске я объявила кастинг. И начала искать людей, которые хотят начать свой бизнес, у которых есть какой-то бизнес-план, представление для того, чтобы на их примере показать вам, каким образом совершаются правильные и неправильные шаги для того, чтобы корректировать, помогать. Ну, в общем, такая идея появилась в моей голове. И те люди, которые прислали свои заявки, желания выявили, я отправила анкеты. Некоторые из них уже успели их запомнить, и сегодня мы познакомимся с несколькими героями. В общем-то, поскольку в нашей компании вообще вот у меня бизнес семейный, и всегда Сергей, мой муж, отличается такой, знаете, более, не знаю, системным, что ли, подходом. Я такая более эмоциональная, халстная барышня, и я попросила сегодня Сергея познакомиться с героями вместе. Не скажу, что он супер обрадовался, но я его все-таки упросила. О, ты, как всегда, лучший мужчина в мире. В спосе. Я знаю, что ты. Да, я знаю. Так, Сергея же. Что ты придумала сегодня? Ну, я тебе, конечно же, говорила уже о том, что я придумала, но сегодня вот я распечатала даже анкеты, и... Я уже не помню, ты мне столько всего наговорила. Ну, смотри, у нас есть люди, которые сейчас занимаются бизнесом, некоторые из них уже занимаются, некоторые хотят открыть этот бизнес, и я считаю, что мы с тобой обладаем достаточными компетенциями и опытом для того, чтобы помочь им, для того, чтобы уберечь их от каких-то шагов неправильных, для того, чтобы те, кто смотрит канал, могли найти для себя, ну, действительно, нечто полезное, и найти в героях тоже себя. Потому что очень сложно, когда у людей нет опыта, когда они не потратили большое количество денег в никуда, да, и не поняли, что этого не нужно было делать, а это нужно было, как мы с тобой потратили много денег в никуда. Да, вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы, ну, не знаю, стали наставниками, друзьями, ну, попробовали, в общем, вот такую историю. Ну, как бы, да, бесплатно, да, я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты же помнишь историю с Димой, когда было бесплатно, и других людей, которых бесплатно ты пыталась чему-то научить? Ну, я помню, пойдем пройдемся, это холодно. Я помню, но, знаешь, ну, мне все-таки кажется, что многим, знаешь, помощь, она, ну, необходима. Ну, представь себе, у них сейчас нету самих там достаточного количества денег, или есть какая-то сумма, которую они хотят вложить в бизнес. Ну, сложно сейчас, времена такие, знаешь, не очень простые. Ну, и тем более, самое главное, что есть же люди, которым мы можем помочь на расстоянии, которые, видя этот пример, смогут, ну, на себя его примерять. Как бы, можем в очередной раз попробовать это сделать, но мне кажется, это будут все те же грабли. То есть, люди наши бесплатные советы будут воспринимать просто как советы друга на кухне. И ничего не будут делать, да? Они будут нас слушать, но будут делать свое, да, они будут кивать, они будут говорить да-да, но они будут делать то, что им нравится, а не то, что мы им говорим. Потому что то, что мы им будем говорить, им не будет нравиться, они это не будут делать. Потому что, если бы они заплатили много денег, то тогда бы они это делали. А бесплатно не работает, ты же знаешь. Но попробуйте, раз ты хочешь, я готов. Ну, в любом случае, я предлагаю сегодня, я выбрала четырех героев, есть анкеты. Я предлагаю сегодня с ними встретиться и вообще посмотреть Не знаю, может быть, сегодня дать им какие-то советы первые Давай, знаешь что, давай Я предлагаю сегодня не давать никаких советов Мы просто их послушаем, раз уж они перешли И через неделю мы дадим им советы Мы эту неделю подумаем вместе, может быть, с нашими зрителями Зрителями, может быть, дадут какие-то тоже свои рекомендации Не нужно сходу, потому что сходу это бывают скоропалительные какие-то выводы Просто мы их послушаем, зададим вопросы И за неделю у нас что-то родится Слушай, ну это отличная идея Я предлагаю, друзья, сегодня все, что будет происходить Все, что вы услышите, потому что сегодня мы расскажем, в общем-то, что есть у этих людей Чего они хотят, вместе будем задавать вопросы Потому что анкета не так много информации Я предлагаю, чтобы вы тоже включились в этот процесс И написали, а что бы вы им посоветовали И вообще, как вам кажется, нам стоит, например, с кем-то из них связываться Или это люди совершенно бесперспективные, на ваш взгляд Что бы вы посоветовали, что бы вы сделали на их месте или на нашем месте Поэтому давайте будем знакомиться, начинать У нас сегодня четыре героя, да? Предлагаю послушать, что они нам скажут Отлично Сейчас анкеты посмотрим Ну давай смотреть первого Всем привет! У меня начинается сезон выступлений Сегодня я приехала выступать на саммит, который называется Босс И сейчас будем рвать Обещают 500 человек Моя главная задача сделать так Чтобы кем бы вы ни были сейчас здесь Что бы у вас ни было, сколько бы у вас ни было денег Мечт, фантазии, не знаю чего, страхов Чтобы за те 45 минут или час, не знаю сколько у нас с вами получится Что-то перещелкнуло И я обещаю каждому из вас, что это случится Самое грустное, что мы можем делать Это тянуть за собой бизнес, знаете, такие страдающие Ну мне жалко его бросить Ну вот я не знаю, я не очень чувствую себя счастливым Ну как же так, что скажет моя мама, бабушка, мои конкуренты Может быть кто-то подумает, что у меня плохо Мне как бы всегда на это... Ну не всегда, давайте без вот этого вранья Честно сегодня мне было по-разному Но на данный момент мне абсолютно все равно Потому что я наконец-то осознала, что главный персонаж в моей жизни это кто? Замечательно! Кто еще так думает? Поэтому есть такая очень классная штука Когда говорят, придумай, каким ты хочешь быть И начинай таким быть Соответственно, прямо сегодня И я вам тоже рекомендую Если вы этого не делали никогда Сделать такое упражнение То есть написать, каким бы вы хотели быть И подумать над тем, что вы можете сделать Чего вам не хватает для этого Что вы можете делать, что будто бы вы уже прямо сейчас точно такой же Понимай, в чем твоя ценность Вот когда вы решаете, что вот я теперь раскручиваю свое имя То вообще понимаете, вы что несете в массы Вы вообще о чем говорите? Что за вами стоит? Те бренды, которые вы создаете Повторюсь, это всего лишь бренды, которые вы создаете А вообще у вас идея какая? Вы что туда пошли? Вы почему взяли на себя право выходить Или писать, или что-то говорить, или что-то транслировать? Вам вообще это надо? Для чего? О, я уже вижу первого Это наш первый герой Привет, я Сергей Привет, Алексей Алексей, я... А я Оля Девочка, ты что тут делаешь? Да, извините Посмотрел твою анкету Значит, как я понял Ты хочешь запустить мастерскую по ремонту компьютера? Да, есть такие мысли, чтобы была одна мастерская сначала А потом возможно расширить до нескольких И впоследствии обслуживать организации различные В последствии нет Ну да, поначалу хотя бы Вот сегодня у тебя есть сайт, на котором я его посмотрел Там есть советы по компьютерной какой-то помощи, да? Починить свой компьютер, как его настроить И с этого ты думаешь о том, что, ну там, а сколько у тебя сейчас посещение этого сайта? Около 10 тысяч За какой период? Сутки А, около 10 тысяч в сутки Да Ну это органика, да? Да, это органика Ну там уже больше 100% 80% это российские пользователи А украинских там, киевских вообще А из Киева сколько? Я не смотрел даже, честно говоря Ты в Киеве живешь? В Киеве, да И мастерскую в Киеве хочешь открывать? В Киеве Ну, есть вариант Так, смотри И ты выбрал такую Поначалу Ты такую постепенную бизнес-модель хода себе придумал То есть ты находишь мастерскую Которая уже работает Вот я, как я понял, тебе рассказывают И ты мне поправь, если я неправильно понял Которая уже работает Ты с ней хочешь договориться, чтобы им поставлять клиентов За процент от выручки Да, да И после того, как ты уже наладишь И увидишь, что ты достаточно много клиентов уже можешь сгенерировать Тогда уже открывать собственную мастерскую Да, то есть сначала идея такая, чтобы понять, откуда брать клиентов Когда будет понятно, что они есть Будет понятно, что им надо Сколько они готовы платить Посчитать вообще рентабельность всей этой затеи И тогда уже открывать физическую точку А ты пробовал с каком-то мастерской общаться на тему, что ты не поставляешь клиентов? Пока нет А сколько ты думаешь, что они тебе могут платить? Какой процент от каждого клиента? Ну, я думаю, минимум 10% смогут Это минимум, думаю, даже больше 10% от чего? От прибыли или от чека? От чека? Ну, там чек, он практически есть Ну, как, прибыль? Это же не товар Там же услуга Ну, почему? Там же могут быть замены комплектующих Которые... Я имею в виду, да Ну, от прибыли, от прибыли От прибыли? Нет, прибыли, думаю, даже больше Прибыли, думаю, процентов даже 20-30 Мне просто интересно, смотри Ну, несколько моментов Во-первых, каким образом ты этих людей найдешь Ну, допустим, даже, ну, просто наш опыт Неоднократный Вот мы пытались когда искать То сложности возникают уже на этапе определения Откуда пришел клиент Как вы собираетесь решать вопрос А как они должны узнать, что это именно от тебя пришел клиент А не просто он их нашел как-то в интернете Ну, вот это вот самый интересный вопрос Ну, первая мысль, что клиент должен сообщить код скидки Якобы код скидки Его так смогут, ну То есть ты хочешь, чтобы они твоему клиенту давали скидку сначала? Нет, нет, скидки не будет Ну, может быть, и будет небольшая Но клиенты так смогут идентифицировать, что это он от меня пришел Тут есть вопрос честности самой организации Чтобы она это делала То есть они могут сказать, ну, никто не пришел А как ты узнаешь, что она тебя не дурит, эта организация? Вот, это же в этом главный вопрос Ну, можно как-то придумать схему Чтобы клиент как-то связывался после того, как получит услугу И только так он сможет получить, ну, типа кэшбэка, что ли Но это надо продумывать А какой средний чек вообще в этом? Гривен 300-500 То есть ты будешь получать 30 или 50 гривен с каждого клиента? Получается, да Но здесь же смысл не в том, чтобы заработать А чтобы просто схему понять Ну, как бы, если вот эта схема привлечения клиентов сработает в ноль Это уже хорошо, я думаю То есть сейчас твоя задача найти Найти схему привлечения клиентов в свой... Ну, просто нет уверенности, что это именно вот эта услуга Прямо так востребована и ее не хватает Потому что есть много очень уже работающих Значит, она востребована? С одной стороны так, но с другой стороны Может быть, конкуренция очень высока Я пока не знаю Надо просто изучать такой вопрос А, ну, то есть ты собираешься это делать, но ничего не изучил до сих пор? Нет Ну, я просто Как бы в онлайне предоставляю помощь, да? А в офлайне я не знаю пока, как оно будет, насколько работать Вот самое интересное узнать Работает оно вообще или нет Для начала Но думаю, что-то в этом есть А сколько вообще на этом можно зарабатывать? В принципе Ну, твой бизнес-план какой? Сколько? Ну, бизнес-план С этого зарабатывать Ну, допустим, если тысячу-полторы долларов С одной точки Это сколько тебе надо сделать чеков в день? Чеков в день Ну, получается Чеков 10 Если учитывая все затраты Чеков 10 А затраты какие? Ну, аренда, зарплата Ремонт там какой-то первоначальный Привлечение клиентов А где это место должно быть? Ну, я вот так посмотрел Скользь По Яндекс-картам Компьютерный сервис Растыкано по Киеву Точек Ну, везде Вот так прям В сотне Ну, вот на левом берегу их очень мало А я там жил Ты думаешь, делать где-то там на левом берегу, да, возле Ну, да, например, там Просто, где я живу В этом массиве По крайней мере, на Яндекс-картах Ничего не показало Это надо ходить Смотреть, что там есть, что работает Домов много Ну, массив спальни, да, жилой А точек там вообще не показалось Хорошо А что ты хочешь от нас получить? Твоя цель Вот ты отправил, как бы, заявку, да Какая цель? Чего бы ты хотел? Ну, возможно, будут какие-то вопросы возникать Организационные Или там Или просто как Какая-то Одинок, что ли Ну, трудно самому начать Что-то делать как-то Мне почему-то Ну, деньги им на тратить на это Вот, как-то так Тебе нужно помочь потратить деньги Я знаю классный магазин Пассажи Не вопрос Мы быстренько сейчас спустим твой бизнес на две сумки В общем, такой пинок, да Чтобы начать что-то делать Как-то его не хватает У меня так Смотри, мы Ну, на сегодня, как бы, я все понял Я думаю, что за неделю мы соберем Во-первых, какие-то комментарии От наших зрителей Они что-то напишут себе об этом Сами подумаем Через неделю встретимся И уже будем Ну, приступим к каким-то конкретным действиям Или рекомендациям Неделю мы берем просто на то, чтобы Это все подумалось и у нас улегло из головы Хорошо? Я понял Хорошо Спасибо, что пришло Приятно было очень пообщаться Спасибо Давай, до встречи По-моему, я нашла способ, как помочь вам с сотрудниками И решила организовать новый бизнес Орудия пыток Что тут еще у нас? Кунсткамера Кунта страха Давайте ваших сотрудников мне Я их сюда И все будет Ок Добрый день Привет Да, привет, привет Взаимно Сергей, смотри Мы очень удивились, когда получили твою анкету Потому что мы знали о том, что ты работаешь Ну, я не знал где, но знал, что ты работаешь где-то на бусслужбе Вот И как взял, вдруг неожиданно прислал анкету И что ты уже уволился, по-моему Да, все верно Тебя уволили после ролика? Ну, сказали, да, в декларацию Он участвовал в зажигалке Попросили уйти Да, попросили И ты решил уволиться добровольно А почему? Потому что мне стало не особо интересно тем, чем я занимался Я хочу попробовать для себя что-то новое Новые перспективы, новые горизонты Вот ты как, ты ушел с работы Да Сейчас нигде не работаешь Нет У тебя нет И ты думаешь о том сейчас, чтобы открывать свой бизнес Да Будешь намерен этим заниматься И ты вот, у тебя есть такая идея, о которой мы сейчас будем говорить Да Значит, я тогда буду вопросы задавать Что просто, как бы мне все понятно Но мы должны, во-первых, понять, что мы все правильно понимаем Во-вторых, мы хотим, чтобы зрители наши тоже поняли, о чем речь идет Да, потому что они тоже будут давать советы, идеи Потому что не только мы с вами Все правильно, да И вот мы все сообщество Комментарии будут полезны Подключим, да Которые ты будешь читать И тоже на них, надеюсь, отвечать каким-то образом Да, да, да Смотри, значит, ты уволился И ты хочешь открыть автомойку Да У тебя есть 8 тысяч долларов Которые ты накопил за годы своей непосильного труда За годы непосильного труда Да, все, что нажито непосильный труду И ты на эти деньги хочешь открыть Но ты понимаешь Из анкеты я так понял Что ты понимаешь прекрасно, что 8 тысяч долларов – это маловато Это маловато, да И поэтому ты думаешь о том, чтобы привлечь кого-то еще себе Какого-то партнера, инвестора, да Найти кого-то Есть у тебя такие люди на примете? Ну, приблизительно есть Я пока над этим работаю Какие шаги ты сделал практически к тому, чтобы начать открывать свой бизнес? Пока я, честно говоря, только собираю информацию Читаю интернет И таких пока шагов еще не было сделано Ты искал место, помещение, узнавал стоимость аренды Вообще прикидывал какие-то затраты и доходы Я приблизительно знаю, сколько аренда стоит Но именно подмойку не знаю То есть каких-то расчетов ты делал или нет? Нет Нет ничего То есть какого-то действия А когда тебе идея-то пришла в голову? Подожди, есть какое-то действие, которое ты сделал? Ну вот, сделал? Или ты пока только потребляешь информацию? Честно говоря, нет Только пока работаю над этим Есть еще что-то такое, что, может быть, я забыл спросить об этом? То есть как бы мне сейчас достаточно понятно, да, о чем ты рассказал? Все как бы просто, логично, понятно Может быть, чего-то я упустил? Или что-то? Нет, пока Ну, я просила А, вот тут ОТП не придумал Пока, да Вот, я просила составить бизнес-план Его мало кто составил Но ты себе вообще понимаешь, сколько тебе нужно денег? Вот какие-то такие, ну, в цифрах Потому что бизнес это все равно цифры Сколько тебе нужно? Сколько ты оттуда можешь вытягивать? Я думаю, что только на оборудование нужно, если купить, то это как минимум 10 тысяч долларов 10 тысяч долларов на оборудование? На 3 на 4 На 3 на 4 поста 10 тысяч долларов, я думаю, меньше На самом деле, у меня когда-то была автомойка, не так все страшно Начать можно с меньшего, конечно А где бы ты ее хотел сделать? Конечно, это было бы интересно где-то, где большой поток машин, где рядом автосервис Ну, или даже вот где-нибудь в спальных районах Ну, торговые центры, например, это всегда, где приезжают люди, да? Это вообще классно, да То есть там постоянный какой-то поток людей есть Ну, мы ничего сегодня советовать не будем, но я все-таки Мы хотим, чтобы сначала наши зрители посоветовали что-то И хотим вообще подумать Я все-таки хочу тебя попросить вообще без тебя в любом случае Обязательно нужно сделать что-то в цифрах Какой-то бизнес-план Многие понимают бизнес-план, понятие, как там ищут какие-то Ну, как это делать правильно На самом деле, все очень просто Хотя бы для начала, да? Мы никогда не можем сделать точного бизнес-плана И тем более его придерживаться Но для начала очень важно понимать Сколько тебе нужно потратить Вот из того, что ты можешь себе придумать И желательно конкретно это пробить Не прочитать об этом Потому что, ну, просто ты должен знать там Сколько, что тебе нужно в минимальном варианте Там, сколько стоит этот моющий пылесос Или, как это там называется, шланг Вот И сколько ты можешь из этого доставать Каким образом? Сколько у тебя будет средних чеков При хорошем, при плохом раскладе Потому что, ну, мы сами совершали Неоднократно эту ошибку Когда мы не прикидывали цифр И потом попадали Да? Ну, поэтому в любом случае С этого всем абсолютно нужно начинать На мойке все достаточно как бы понятно Там ты понимаешь Что у тебя есть пропускная способность Да? Да И сколько ты можешь Максимально там Выручку сделать Больше, чем Ну, на трех постах Да? Там больше, чем 30 машин в день Невозможно Например Ну, у нас же и плохие варианты продумывать Давай мы не будем Мы не будем Да, я молчу Мы сейчас, в принципе, да Только сегодня задача Послушать Эту информацию получить Транслировать ее зрителям А что бы ты от нас хотел получить? Твоя цель вообще? Вот ты услышал, что я закричала словокастинг Какие-то советы и консультации По, ну, по началу, по открытию Имеет ли смысл покупать Или имеет смысл брать в аренду Ну, какие-то такие Хотел бы ты, например, чтобы партнер тебе нашелся Может быть, через, ну, посредством вот Среди зрителей Или какой-то там партнер, инвестор Например Или кто-то там, арендодатель может быть Кто-то, если бы нашелся Да, мне очень это интересно То есть тебе какие-то люди нужны? Ну, твоим партнером, по сути, может же быть Не только инвестор, а просто владелец помещения Например, правда? Да, все верно Которую я буду, да, снимать в аренду Ну, с которым я найду общий язык Общие договоренности Это все То есть ты ему не будешь там платить аренду, например А будешь процент от прибыли Да, да, да Тоже вариант хороший Все, да, в дальнейшем Мы уже начали бизнес строить Давай на этом расставаться Сереж, спасибо, что пришел Мы через неделю встретимся За эту неделю мы соберем от зрителей комментарии Мы приготовим свои рекомендации И через неделю мы уже будем обсуждать Какие-то что-то конкретные, хорошо? Да, все, до встречи Спасибо большое тебе, что сегодня пришел И что в прошлый раз пришел Очень рад был с вами Знаешь, что приходишь? Нет, да Будете приглашать, я буду прикидывать Все, всего вам доброго Спасибо большое Спасибо Да, до встречи через неделю Всего хорошего дня Давай Многоуважаемое Уже исторически важное Абсолютно точно могу это сказать Ольга Ермилова С темой Я-бренд Создание персонального бренда И бренда компании PR и продвижение Свадебный гуру Признан эксперт в СФГ Владельца агентства Идеальная свадьба Более 5000 учеников по всему миру На свадебном обучении Заработало более 2 миллионов долларов Больше всего не люблю, когда нутно И все-таки Надо, чтобы было весело Принимала активное участие В формировании и создании Свадьного рынка Его структуры правил Организатор первой стране Wearing Business Summit Владельца цветочной сети Pink Bar Флористик Автор 8 книг На данный момент Ее главный проект YouTube-блог Ермилова Зажигалка Ваши аплодисменты Ольга Ермилова Я поняла одну очень простую истину Что нет ничего важнее Чем работать над своим собственным именем Потому что когда вы это делаете Вы априори Любые свои проекты Которые впоследствии делаете Они никогда не будут у вас начинаться С полного нуля Сегодня я советую вам Не развивать бренд своей компании Сегодня я советую вам Развивать свой собственный бренд И четко знать Что все то Что люди думают о вас Все то, что вы делаете Будет напрямую ассоциироваться С любым С любой компанией Которая будет у вас Неважно Будет у вас агентство Или будет что-то другое Возможно впоследствии Будут запускаться новые проекты Вы никогда не будете работать В холостую Если вы будете работать Над собственным именем Так, ну ты знаешь Кто сейчас придет? Нет Я у меня анкета А, нет Ты знаешь, сейчас Катя придет? Ну, Катя Кто такая Катя? Ну, Катя, которая работала у нас Робинс Кашли? Ага Она тоже прислала анкету? Да Она Опять работу хочет? Нет Уже никто на нас работать не хочет Все хотят теперь на себя Я их понимаю Я нет Катя, привет Здравствуйте Ого! 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 Оно нормально вообще? Не так Ну, привет Да Сережа думал, что ты хочешь снова на работу Возможно Но не сегодня, да Я посмотрел твое анкету Смешное Естественно говоря, ну, не очень Ну, мало что понял Ну, что я понял Я расскажу, ты мне поправишь Я понял, что ты открыла агентство, которое, пиар-агентство Для салонов красоты и для клиник, которые тоже занимаются красотой, да? Ну, медклиник, да Да, медклиник, все, что связано как бы с красотой И твое агентство специализируется на пиаре именно вот в этой нише Именно салоны бизнеса Узкое нишевое агентство по салонному бизнесу У тебя сейчас существует 8 клиентов Уже 8 таких 8 салонов, да Салонов, которые ты ведешь И я понял, что как бы твой запрос к нам Ты хочешь больше клиентов, да? Возможно, да Возможно или да? Или что-то другое Другая причина Конечно, все хотят больше клиентов Я так же хочу Но я хочу от вас, чтобы вы помогли в этом Настроили, как бы Ну, поделились своим опытом Вот так Опытом в чем? По построению бизнеса Знаете, потому что Клиентов найти не проблема А вот найти работников Своих работников И структурировать так бизнес, как это у вас Это проблема А, то есть ты То есть проблема у тебя не в том, что У тебя не хватает клиентов А проблема в том, что У тебя В бизнесе начался бардак, да? Да, с увеличением количества клиентов Да И тебе очень сложно все это структурировать Выстроить систему, да? Как это сделать системно Ясно То есть ты с этим запросом пришла Тогда Поподробнее об этом расскажи В чем у тебя проблемы, да? Почему? Потому что мы Сегодня вот, например Не будем тебе точно никаких советов давать Но мы сегодня послушаем Тебя посмотрят наши зрители Они дадут свои тебе рекомендации Напишут под этим видео Мы эту неделю тоже будем думать И через неделю мы встретимся И уже расскажем тебе, как мы это видим Ну и будут какие-то рекомендации От других людей Хорошо? Хорошо Расскажи тогда подробнее В чем твоя вот трабл Ну в чем главное Что ты хочешь все-таки Потому что наладить процесс Это как-то сильно общее Вот поконкретнее, что бы ты хотела По-конкретнее Ну, во-первых, да Мы занимаемся продвижением Салонного бизнеса И занимаемся комплексом От создания сайта До пиар-менеджера То есть до полного комплексного продвижения Но сейчас нехватка специалистов Нехватка тех своих специалистов Которые понимают свою работу То есть даже на примере Я выставляю вакансию СММ-специалист Даю какие-то требования Обязанности, требования Что она должна делать Либо он Она приходит Она заявляет Что да, я с СММ-специалист Супер-мега-супер-крутая Я говорю У тебя есть опыт какой-то Хотя в требовании Написано опыт Она мне рассказывает Да Я вообще филолог Обучаюсь на третьем курсе Да, это еще не предел Мы с девочками создали свою линию скрабов для тела И продвигаем в инстаграме Я СММ-специалист Ты раз это И таких много Либо приходит Мужчина Да, приходил Я СММ-специалист Супер-пупер Но он контентщик Он не понимает Что есть еще таргетированная реклама Что еще нужно ее настраивать Что нужно отслеживать Анализировать Посты писать любой может Красивую картинку Три предложения И все Это как бы любой А вот именно анализ А вот именно Настройка правильных действий Чтобы не слить бюджет Нашего уже клиента И привести клиента В салон красоты Это конечно проблема И вот такие вот Есть траблы Да, это вот По СММ-специалисту Знаешь, у меня с языка Уже срывается масса Что тебе сказать По этому поводу Но я буду молчать Потому что У нас такой формат Мы должны через неделю Это тебе сказать Вот Жаль Жаль Очень хочу Причем Заработные платы Я ставлю немаленькие То есть Если приходили какие-то там Студенточки А сколько ты ставила Заработные платы? От 10 тысяч Это от 400 долларов Да От 400 долларов И плюс там За каждый проект То есть Я им даю Например 4 проекта И плюс На каждый проект Еще Она получает То есть у тебя проблема Не в том, что там Мало клиентов У тебя проблема в том Что некому обслуживать Этих клиентов Клиенты есть У нас клиенты И Киев И Одесса И Донецк И Ермания Даже есть Да Но я не могу Сейчас больше Взять И даже в Донецке Да В Донецке У вас Киевские Чтобы их там Продвигали В Донецке В Донецке Я вам скажу Больше Платежеспособные Чем в Киеве Ого Круто Вот так Все едем В Донецк Ну нет Это не надо Это не надо Да Причем Ну я Понимаю Что клиенты Есть Есть потребность А кто не знает Катя Смар А я не могу Да А я не могу Взять еще клиента Потому что у меня Нет специалиста А я как бы Не универсал Вот Вот Это Просто А ты сама В чем специалист Я специалист СММ Специалист Я Настройка Контекстной рекламы Специалист И в принципе Понимаю Ваши Эмейли Занимаюсь Эмейл рассылками Ну Пиар менеджер Но тебе Нужны сотрудники Которые Были бы Более Компетентны Чем ты Более Более То есть Еще Более Конечно Конечно Мне нужен Специалист Чтобы он Направил Мне Ну Сказал Кать Ну ты Молодец Конечно Но Нужно Вот так Да Потому что Я могу Сама Это сделать Но зачем Я хочу Больше Расширяться Я хочу Больше Брать Клиентов А за Каждого Клиента Я ручаюсь У меня Есть гарантия Что я За какой-то Период Приведу Столько Клиентов Салон Красоты Не просто Так Мы там Продвигаем Постики Ставим И все Нет Нет То есть Если Например Клиент Не записывается Салон Красоты Через наш Анализ Через наш Настройку Таргетированной Рекламы Я просто Отдаю Деньги Либо Не платят За следующий Месяц Круто Я вот так Себя поставила Есть у тебя вопросы Ну Я пока увидела Только одну Проблему Это в принципе Неумение Нанимать Персонал Непонимание Каким образом Это делать И искать его Ну И искать его Возможно Второй момент У меня вопрос Все-таки А кто сейчас Работает Сколько сейчас Человек Есть Помимо тебя Сейчас Дизайнер СММ Специалист Верстальщик И настройщик Контекстной рекламы В одном лице Четыре человека Ну и я Вот Вы работаете В офисе В офисе Вы работаете В офисе А есть Есть ли проблема Ну помимо Вот этой Единственной Просто вначале Сказала Как бы О системе Есть ли проблема Именно с процессами Внутри Ну то есть Вот С порядком Нет Процессами внутри Нету Потому что Спасибо вам Я также Прописала всем Инструкции Также прописала Всем штрафы Школа у нас Работает Работает Вообще То есть Ну Вот реально В принципе Ключевая проблема Это просто Неумение Найти Ну невозможность В данном контексте Найти людей Которые бы Могли классно Делать свою работу Где-то так Ясно Ну в принципе Тут все понятно Да Ну я думаю Что Смотри Мы Этот выпуск Когда выйдет Ты получишь Наверняка Много советов Я надеюсь Что люди напишут Тебе какие-то Свои рекомендации Ну а через неделю Мы тоже Свои подготовим Встретимся И уже обсудим С учетом того Что наши зрители дадут С учетом того Что мы дадим И Наметим уже Дальнейший план Дальнейший план действия Ну вообще Какой дальнейший План действий Вашего проекта Мы не знаем Это свободный проект В зависимости от того Каким образом Будет вести себя Все герои Какое будет настроение У нас И в общем-то Будет ли Это интересно Нашим зрителям Потому что Естественно Наша задача На ваших примерах Дать людям Пищу Потому что Таких же проблем Как у тебя У огромного количества Людей И так далее Поэтому мы хотим Как бы сделать Что-то полезное На самом деле Поскольку это Некоммерческий проект Для нас Вот Но опять-таки Мы будем смотреть На комментарии На фидбэк И друзья Я к вам обращаюсь Посмотри на меня Пожалуйста Если вам это нравится Если это нужно Если это полезно Давайте нам об этом знать Потому что У нас нету Никакого плана Мы не знаем Когда это закончится Может быть Это будет покруче Чем Дом 2 И у нас Это затянется На десятилетия Это будет круче Чем дом 2 Вот А может быть Вы скажете Фу Это никому не интересно Поэтому Это будет зависеть Напрямую от вас Прежде всего Если вам интересно Пишите просто Под этим видео Об этом Не стесняйтесь Да Стеснение Или хотя бы Или хотя бы Дизлайк поставьте Или просто Пришлите нам денег Ну, чтобы нам приятно было Самое глупое, что мы делаем Мы начинаем пытаться Пытаться казаться Становиться Супер людьми Обязательно Есть кто-то Кто говорит Это легко Конечно Утром Я просыпаюсь Иду со своими детками Мы гуляем По садику С ними Потом Потом мы идем Занимаемся Вместе Спортом Я беру своего ребеночка Видели в инстаграме Да Одного Значит Вот тут на ножки Сажаю Второго Там спинку Мы вместе Занимаемся Спортом Потом Конечно же В перерыве Мы занимаемся С мужем Сексом Ну, про мужика Забыли Тут секс Забыли Главное слово Вот Муж же тоже должен быть счастлив Потом я еду к себе на работу И там замечательно Легко работаю Мои сотрудники Меня слушают Любят Они знают Что там Ценности нашей компании Они умеют заработать Все деньги У них отличный отдел Продаж Маркетинга Они делают Нашу продукцию С любовью Улыбаются Всем нашим клиентам Потом Я возвращаюсь Вечером Мы идем В ресторан Конечно же С детьми В перерывах Кстати Между работой Я еще езжу к своим детям Замечательно Мы целуем с ними Му-му Я отвожу их на кружки И все у меня так легко Я рожаю этих детей Один за другим И деньги сыпятся ко мне И зашелись Как все легко и круто А потом вечером Мы поем все Дружно песни Спи моя радость И си О-о-о Вот Вот так Можно похлопать? Приблизительно Вот так Многие хотят Чтобы люди думали Что это возможно И вы такой сидите И думаете Блин Я урод Я вообще не успеваю Ничего У меня нету времени Ни на спорт Ни на секс Ни на женщину Даже на мужика Нету времени Я даже не успеваю С этими сотрудниками Разобраться Вот Я вам хочу сказать Я тоже Я тоже Ничего этого не успеваю Главная ошибка В том Что мы боимся Ошибиться И это чистая правда Я каждый раз Предпочитаю действовать Нежели чем не действовать Именно поэтому Я открываю Не всегда удачные Бизнес проекты Не всегда Делаю какие-то Правильные решения Нанимаю правильных людей Вообще Ни хрена Правильного Нет во мне Но Благодаря тому Что я не боюсь Этого делать Я имею возможность Продвигаться вперед Почему? Потому что я хочу все Я не хочу ждать Я не люблю выбирать Что значит Позволь себе Хотеть все Нам всегда говорила Мама Или туфельки Или ботиночки Или курточка Или еда Или женщина Или постель Или еще что-нибудь Зачем вам что-то выбирать? Признайте Что вы хотите все Но я не хочу выбирать Между отпуском И новым платьем Между туфлями И чем-то там Заплатить за квартиру Ну не хочу Все начинается С вашего желания Как только вы эту хотелку В себе Как бы это так сказать Мягко Раз Прокачаете Спасибо Не хотелось говорить Вот на выступлениях Этих всех Замечательных слов А то вдруг Заведетесь Так вот Эту хотелку Нужно в себе Постоянно прокачивать Зайдите в конце концов В тот магазин В котором вы очень хотите Что-то купить Но ни черта не можете Перемеряйте все И поймите Как вам офигенно в этом Зайдите в квартиру В которой вы хотите жить Я по своему кварталу Я живу в Новопечерских Липках Так я там несколько лет гуляла Я столько сейчас там не гуляю Сколько я гуляла там раньше Просто ходила И представляла В каких окнах я буду жить Какой у меня будет там унитаз И прочее Нужно в себе этот аппетит развивать Не схлопываться Ой нету денег Когда как-нибудь И в Ашане футболочку Можно прикупить А отдохнуть можно И на берегу Днепра Свой белый купальник Он уже давно не белый Сделать его зеленым Тоже можно То есть понимаете Эти все утешалки Очень классные Но научите себя все хотеть Ну блин Ребята разворошите себя Чтобы оно так зачесалось Круто когда ты понимаешь Что у тебя нету ни на что этого денег Самое приятное Это когда после выступления Ты идешь к своему автомобилю И пытаешься на нем уехать Пытаешься Это конечно плохое слово Блин Ну кто перекрасил мою машину Не ну что за фигня Ну кто перекрасил Ээээ Кто перекрасил Ну блин вообще конечно Капец Я не люблю оранжевый цвет Я люблю Субтитры сделал DimaTorzok Так ну пока они там общаются Я утащу комбинезон И померю Может девочка Смотрите как красиво Спинка какая Не подглядывай Не подглядывай А там что туалет Что туалет Все Леша Леша Не подглядывай Все Дай мне одеться Мать твою Не подглядывай Ань, привет Здравствуйте Рад познакомиться с тобой Смотри У тебя анкета Которую ты прислала Значит Я просто расскажу Как я понял А ты потом поправишь Если где-то неточность Потому что сегодня у нас такое Важно установить Правильно ли мы поняли Чем ты занимаешься И в чем у тебя проблема Выявить сегодня Вот Я понял Что у тебя вот есть студия Такая Которую ты открыла Сама И у тебя такой формат Студия у дома Да То есть она небольшая Где человек может Но человек может туда прийти И получить все Что ему нужно Например Если девушка хочет похудеть То ты составляешь Индивидуальную программу Индивидуальный план питания Вплоть до того Что ты ей даже продукты Да Да Чтобы ты говоришь Вот тебе на сегодня Вот это вот И больше ничего не ешь Да И наверное От телохранителя ей даешь Чтобы он не дал ей Больше ничего есть Тук-тук А мне можно? Массивно Можно на занятия? Девушка Вам пора не похудеть А? Да Я хочу похудеть Я надела Аня на костюм Ну кстати Мне надо потолстеть Для него немножко Ну красиво Смотри Это мяч для убивания Сейчас мы увидим Как муж будет убивания И на всякий случай Я просто подумала Что воспользоваться Надо будет случаем Попросить Аня провести тренировку Какую-нибудь такую Эротическую Самые эротические упражнения Топ-3 да? Да Сейчас будет Ставим быстрее лайки И я сейчас Проведу вам эротическую тренировку Вернее Аня проведет А я продемонстрирую Все Я серьезно Давай Так Значит И я так понимаю Что у тебя в планах Открыть уже второй клуб Я хочу не только второй Я хочу сеть сделать Сеть Какая основная проблема То есть я все правильно понял Да? Да, все верно Она в основном на женщины Или на мужчин тоже? Изначально хотела мужчин и женщин Но поняла Что все-таки Пока у нас такой формат Небольшая территория Вот поэтому пока Нет возможности сделать И для мужчин и для женщин Нужно раздевавки отделить Ну как бы есть какие-то моменты Которые вот Но у нас уже есть мужчина Вот клиент, который к нам Постоянно ходит Его не смущает Что вот есть только девочки Девочки-тренеры Ему нравится Еще бы его смущало Да? Это тема Ненормальный был бы Наверное там, где женщины Там мужчины Да Приходят с летом В чем твоя сейчас главная проблема? С чем ты пришла? Проблема в том Что в первую очередь Мне хочется, чтобы зал работал С самого утра до позднего вечера То есть с 7 часов утра Он открылся И вот целый день До 10 вечера Чтобы были клиенты Утром я набрала людей Вечером я набрала Вот дневное такое время Когда Когда не так много желающих Вот мне хочется Побольше Чтобы здесь такая жизнь была Постоянный смех Движение Много людей Вот эта вот атмосфера Она мне просто заряжает И мне хочется такого А индивидуальные занятия Ты проводишь? Пока не было Но в расписании Это есть Ну как бы Есть возможность Завезти Просто у нас Еще не так много людей Знают Но только вот Третья неделя Началось Как мы работаем Но тем не менее Уже вот на вечернее Уже у нас мест нет Уже Вечернее занятое Ну смотри У вас тут Такой спальный район Где люди Приезжают Вечером сюда И утром Наверное Уезжают Мы сейчас Тут проезжали Людей не видно Они наверное Куда-то уехали В город Так И ты Значит Твоя основная Значит Сейчас задача Заполнить Найти больше клиентов Но ты открыта Только третью неделю И уже ты озаботилась Тем Чтобы у тебя Я в первую неделю Озаботилась И это правильно Просто Ну Достаточно Ну если у тебя Уже половина времени Неусловно говоря Занято Тебе половина дня И ты что-то думала По этому поводу Как это сделать Одно из того Что я придумала Это я договорилась С одним детский садом Что вот У них дополнительно Есть возможность Водить детей Днем на тренировки Это гимнастика Танцы Карате Для мам Это плюс Вот я даже Как-то недавно С одной мамочкой Общалась И она выбрала Тот детский сад С которым мы будем работать Потому что там Есть возможно Детей водить Днем на карате Вот Видишь Да Вот это вот Одно то что Это когда у меня был период Что вот Людей нет Тренера Ну тренера нет смысла вызывать Потому что людей нет Тренеру нужно платить Я думаю Боже Зачем я это все затела Куда я вязалась Расскажи мне пожалуйста Поскольку мы тут Сегодня В отличие от всех С кем мы встречались Да Здесь присутствуем Сколько у тебя стоит аренда Сколько ты потратила Деньги На вот это все действие Аренда С коммунальными Где только 20 тысяч У меня получается Так А на оборудование Ну всего Чтобы открыть У меня 4 тысячи долларов Мы Ага Тебе было Откуда ты взяла деньги Свои Ты работала Откладывала Ну откладывала У меня вот основной Такой Я расходовала Это была одежда Я надежду много спускала Но потом как-то Вот я взяла себя в руки Куда ты их В банку складывала Банк отдавала Под матрас Каким образом Дома Просто дома Для себя собирала деньги А знала зачем Нет Ну как бы у меня не было Я знала что Нет Когда-то я хотела На машину я откладывала Вот потом Какого-то вот Направления бизнеса Я не знала Что я хочу сделать То есть я просто откладывала Потому что Ну как бы мне хватало То что я зарабатывала И вот То что Оставалось И откладывала Сколько тебе лет? 27 Вот 27 лет Подержи пожалуйста Ту штучку Вот сейчас При той загруженности Которая у тебя есть Вот на данный момент У тебя окупается зал? У меня есть такие дни Когда зал полностью Вот вечерний Как вчера Понедельник Среда Пятница С утра тренировки Начиная 6 часов вечера Тренировки Вот он окупается Такие как Вторник Четверг Ну а в общем В целом В месяц Вот ты сейчас Вот у тебя 3 недели Я понимаю Но ты как-то чувствуешь Ты перекроешь Свои расходы? Я чувствую что я перекрою То есть расходы ты перекроешь Ты что-то заработаешь себе на жизнь Да немножко? Ну совсем немножко Или для опять Я хочу еще У тебя получится Меньше денег Чем если бы ты работала На кого-то Да? Конечно Сейчас да При хорошем раскладе Сколько ты должна зарабатывать Если у тебя все расписано Вот как ты себя считаешь? Я считала Что я должна зарабатывать 100 тысяч 100 тысяч гривен Это там 3,5 тысячи долларов Да? Ну 4 почти Ну почти 4 тысячи Ну просто нас смотрит Очень много России Там Казахстана Поэтому доллар у нас Такая валюта Около 4 тысячи Хорошо То есть твоя ключевая задача Сейчас Это заполнить клуб От начала Как бы Еще вот один момент Такой То что я хочу То что мне немножко сложно Я хочу Повысить чек Я хочу То что я писала У меня есть Индивидуальные тренировки Есть программа питания Есть план тренировок Пока Покупают люди Только Групповые занятия То есть мне нужно Понять Как людям продать Как людям дать Эту услугу Потому что Это и для людей полезно Вот комплексный подход Не только пойти потренироваться А комплексный подход Дать Но Мне нужно самой поверить Что людям это надо Потому что мне кажется Вот там человек будет экономить Человек захочет только прийти Потренироваться И не захочет взять Полный Вот комплекс А какие у тебя цены сейчас Цены сейчас На Допустим На 6 занятий 650 Но в районе 100 гривен За тренировку получается Плюс-минус Если абонемент Чем больше Количество Это меньше 4 долларов Стоит Тренировка Групповая У тебя какие-то Ну Поглазят люди Только за занятия То есть нету Абонентской платы В клубе Да Ну абонемент Покупают На определенное количество Занятий То есть не как Допустим Мы ходим В свой фитнес-клуб Мы покупаем Сразу годовой абонемент Я тоже так же Вот у меня заканчивается Да У тебя таких нету здесь Пока нет Я могу сказать Что сегодня Вот как раз Момент студий Небольших Они Ну неважно Больших или небольших Но именно с групповыми занятиями Тем более ТРХ Это офигенная вещь Гораздо более популярные Особенно для девушек Потому что Прорабатываются Ну женские мышцы Все-таки другие Ну и плюс Если девочка хочет Например сбросить вес Я когда мне было 15 лет Я для себя твердо решила Что я начну ходить В тренажерный зал Когда я похудею Чтобы Да Чтобы типа Я там красиво Выглядела Поэтому для девушек Действительно Очень комфортно Когда нету мужчины Да Что она может прийти Тем более Девушки тоже там И потеют И ну Я вам хочу сказать Вот с этой байдой Очень сложно Обще делать Изначально Ты выглядишь ужасно А женщины Мы же любим Как в рекламном ролике Когда вот это все Так эротично Красиво Легко А тут ты сидишь И не можешь И с жопой падаешь Все время Это все как бы сложно Поэтому Мне интересует Знаешь что Какая мотивация Должна быть у человека Прийти в твой клуб Ну вот смотри Я хожу Да В клуб Там Я годовой абонемент И вот там Не помню Ну 400 Или 400 Пусть 500 даже долларов Да 500 долларов Там у меня есть бассейны Разные залы А мне тут тренера Когда я туда прихожу Мне кажется Что я заплатил Очень мало В сравнении с тем Сколько я получил Да Потому что Я всем этим могу Пользоваться Сколько угодно Времени В течение года Даже год Плюс там 2 месяца Еще Я могу подержать Вот И какая у меня Должна быть мотивация Прийти к тебе В маленький зал И ограниченные Все таки Ну ограниченные Возможности Для чего-то Вот самое главное Я хочу понимать Ну вот Вы взяли абонемент В большой фитнес-клуб Да В пренажерный зал С вами говорится Что вы очень мало раз Посещали Вот Дополнительные Какие-то фонусы Ну в баню Практически не хожу В бассейн Я вообще не плаваю Я захожу Там Не Но все равно Это другое Это понимаешь В квартире Мы тоже Мы по квартире Большой тоже не ходим Но мы хотим Обладать Ей всей Я могу вам ответить На этот вопрос Как клиент Очень просто Пусть Али сама ответит Она сказала тебе Да Есть еще и вариант Версии Есть еще Версия От того, что Это индивидуальный подход Это работа с каждым клиентом И здесь своя атмосфера Здесь вот Тренажерный клуб Это все-таки более Холодное Там Каждый сам за собой Вот Ты пришел Ты занимаешься Ты не знаешь как делать Ты делаешь то как ты можешь Здесь Тренер У нас 5 человек Вечером Или 6 И тренер с каждым Поработает Я помогу Тренер поможет То есть тут как Такая своя Семья Тренажерный клуб Мы здесь вот в городке Встречаемся Мы там на чашечку кофе Поделимся А ты тут живешь Да Я вот Буквально пару домов Рядом А вчера на стрейчинг Мы поставили свечки Себе мы со встречами Занимались То есть Это немножко вот Такое больше Атмосферное Сказала на этот Смотри Сегодня мы к тебе приехали Для того чтобы с тобой Познакомиться Понять твои потребности То есть основная твоя потребность Заполнить зал В те часы Которые как бы Ну не пиковые Да Нет загрузки Ты один из способов Ты нашла Это привлечь детей Из детского сада Которые приводят сюда На тренировку Да Родители платят Да За этих детей Правильно Да А из садика Их приводит Какой-то человек Наш тренер А тренер Сам приходит Забирает Ну детки к тренеру Привыкает Поэтому тренер Отлично Отличное решение Классное Вот Познакомиться Узнать И смотри Какое-то наше Следующее действие Наша следующая Встреча с тобой Через неделю Мы к тебе сюда Больше не приедем Извини Да Ты приедешь к нам Куда И мы уже будем обсуждать Какие-то конкретные действия Сегодня мы просто Получили информацию Мы За эту неделю С Олей подумаем Ну какие бы мы Да Способы придумали Ну и естественно Все кто смотрит Это видео Они тоже Предложат свои решения И напишут Под этим видео А ты читай И как бы там Отвечай Комментируй Потому что Люди будут тебе Наверняка предлагать Очень интересные варианты Которые Которые Некоторые Я думаю Что будут Неожиданные Какие-то У нас же много Много тысяч людей Смотрят И я думаю Что будут Достаточное количество Вариантов Которые ты сможешь Использовать Что-то принять На вооружение И через неделю Мы встретимся И уже будем Говорить О каких-то Конкретных Вариантах Ну что делать Дальше Сегодня мы Не говорим О том Что делать Дальше Сегодня мы Просто Ознакомительное Понять Главную боль И узнать Что правильно Мы поняли Что в чем Твой бизнес Вообще Заключается Ну а сейчас Мы с Аней Будем делать Топ-3 Самых Фактуальных Упражнений Так Ну что Мне кажется Что Это Интересный Выпуск Я честно говоря Пока Представить Себе Не могу Что будет Дальше И как Я уже Говорила Очень важно Очень важно Понимать Что вам Это интересно Что это нужно И что вы Хотите Этого Продолжения Поэтому Обязательно Пишите Обязательно Давайте Свои Советы И рекомендации Потому что Каждый Из героев Сегодня Это ждет Ну а мы Ровно Через неделю Посмотрим Что Напишите Вы Посмотрим Что Мы сможем Порекомендовать Нашим героям И вообще Подумаем О том Что будет Присылайте Пожалуйста Себе Информацию Мы будем Рассматривать Давать вам Анкеты И вполне Возможно Что история Будет Продолжаться Ну а я В свою очередь Буду с вами Прощаться Потому что Как видите Работы Много 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 И не забывайте Подписываться На канал Для того Чтобы Ничего Не пропустить